Вот на машине мы ездим за водой, куп у нас в машине бочки. Также бочки стоят, собираем дождевую воду. Зимой мы снег туда, чтобы потом по весне растаял, тоже вода была. Каждый день, как день сурка, и так уже три года. Многодетные семьи в барнаульском поселке Бельмесёво ежедневно думают не столько о том, как себя прокормить, сколько о том, как напоить и помыться. Вот увозят с местной колонки, водопровода у них нет. Вот у нас вода в бочках стоит, вот она заготовлена вся. Не дай бог колонка сломается, вот, в тазиках сидела, да. Семья Кириченко и сотни других получили здесь бесплатно землю семь лет назад. На участке без коммуникации дорог. Проехать к своему дому люди могут разве что на внедорожниках. Детям аттракцион, взрослым не до веселья, особенно зимой. Здесь всё заметает, мы пройти вообще не можем. А сугробы-то не мешают пройти? Или там мы, бывает, ползаем? Просто ползаем, потому что сугробы вот такие были. То есть участки дали, отчитались, да, обязали как бы многодетным дать участки. Участки-то выдали, а условий-то нету никаких абсолютно. Суды уже несколько раз выносили решение, по которым городские власти обязаны дать коммуникации людям. В 17-м году мэрия провела электричество, но частично. Участок-то получить-то получили, а строиться начать мы не можем, потому что у нас нет ни воды, ни электричества, ни газа. Ну ладно бы, как бы газ там, это было беды. А если нету электричества и воды, ну я, грубо говоря, даже бетономешалку включить не могу, потому что я и воды не могу залить в неё, и я её в розетку включить не могу. Судебные тяжбы продолжаются. К делу подключилась прокуратура. Но по факту мэрия за неисполнение обязательств платит лишь штрафы. Воду я ношу на себе. То есть мы считали, километр получается до дома у нас. Вот набираем воду в канистры 30-литровые, и я несу две канистры до дома. 60 литров в женских руках. Есть, конечно, колонка ближе. В прошлом году администрация сжалилась над людьми и установила колонку, по их мнению, в непосредственной близости от людей. Правда, вода здесь бежит ржавая, а зимой вовсе перемерзает. Среди тех, кому выделили землю, есть молодые семьи, которые продолжают снимать квартиру, тратить деньги на аренду, хотя могли бы строиться и жить на своей земле. Проведут ли городские власти в ближайшее время необходимые коммуникации, запрос с этим и другими волнующими людей вопросами, мы направили администрации Барнаула. Добавим, по последнему решению Центрального районного суда мэрия обязана исполнить свои обязательства в течение полутора лет. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.